Реклама – это самый большой метод, используемый производителями для воздействия на поведение потребителей. Существует много методов и приемов рекламы. Вы, наверное, уже знакомы с большинством из них. Телевизионная реклама, реклама в журналах, рекламные щиты и даже вывески на бортах автобусов ежедневно проникают в нашу жизнь. В интернете большинство веб-страниц содержат рекламу, часто включающие всплывающие окна и анимацию. Вы также можете получать рекламу прямо на свой мобильный телефон. За прошедшие годы совершенствовались методы рекламы, а также произошли прорывы в коммуникационных технологиях. Многие люди пользуются интернетом каждый день и зависят от него в получении информации. Это делает интернет привлекательным средством для рекламодателей. В отличие от радио, телевидения и печатных источников, интернет является нелинейной формой медиа, позволяющей размещать рекламу различными способами. Баннерная реклама, всплывающие окна, корпоративные веб-страницы и массовые электронные письма – вот некоторые из используемых методов. Рекламные стратегии. Основная цель рекламы – заставить потребителей приобретать больше товаров и услуг. Есть много способов сделать это. Одним из них является создание потребностей в товаре, подчеркивая связь между товаром и определенным аспектом жизни. Например, большинство людей хотят быть чистыми. Мыло и шампунь необходимы, чтобы быть чистыми. Но все ли это? Достаточно ли этого? Если реклама может убедить потребителей в том, что они также нуждаются в дезодоранте и конденционере, чтобы чувствовать себя чистыми, то все больше людей будут покупать дезодорант и конденционер. Рекламодатели также могут преуспеть в увеличении спроса, заставляя людей рассматривать предметы роскоши, как предметы первой необходимости. Обычно это просто восприятие. Вы думаете, что не можете жить без чего-то, хотя на самом деле вы, вероятно, можете. Фирменная игра. В нашем быстро меняющемся мире производители знают, что потребители любят находить то, что им нужно, быстро и удобно. Сегодня вы можете заказать товар онлайн из любой точки мира и доставить его на дом за считанные дни. Это приводит к большой концентрации среди производителей, которые хотят, чтобы потребители покупали их товары. Это еще одна цель рекламы – заставить людей выбирать конкретный продукт или услугу вместо того, что предоставляет конкурент. Одним из методов, используемых компаниями для того, чтобы люди покупали их продукцию вместо чужой, является брендинг. Брендинг заставляет людей узнавать продукт конкретной компании, связывать его с качеством и популярностью. Некоторым брендам даже удается стать общепринятыми названиями продуктов, которые они продают, таких как «Клиникс» или «Банд АИДС». Брендинг – не единственный метод, который используют рекламодатели. Рекламодатели знают, что потребители с большей вероятностью покупают продукты, с которыми они идентифицируют себя. Поэтому они делают рекламу, которая нравится людям, рассказывая историю или связывая потребителя с продуктом. Неблагоприятная реклама. Люди получают новости в основном из телевидения, газет, интернета и радио. Когда дело доходит до информирования общественности о товарах и услугах, средствах массовой информации, средства массовой информации могут быть очень эффективными и мощным средством коммуникации. Когда выходит новый продукт, такой как новейшая машина, гаджет или игрушка, средства массовой информации, скорее всего, обсудят его, предоставив форму бесплатной рекламы. Новостные сюжеты также предупреждают общественность о недостатках, опасностях и отзывах. Этот вид негативного воздействия влияет на потребителей, заставляя их избегать определенных товаров и услуг и остерегаться опасностей в целом. Производители, влияющие на потребителей. Потребители делают окончательный выбор в покупках, но производители не хотят, чтобы все решения оставались на усмотрении потребителей. Хотя они хотят, чтобы потребители приобретали больше товаров и услуг, хотят, чтобы потребители выбирали их продукты, а не те, которые предполагает кто-то другой. Производители пытаются влиять на то, что думают и делают потребители, чтобы повысить спрос на свою продукцию, чтобы они могли победить конкурентов. Потребители являются движущей силой экономики, но они не могут сделать это в одиночку. Без производителей не было бы ничего, чтобы потреблять. Чтобы иметь потребление, должно быть производство. Вот почему важен бизнес. Предприятия бывают разных форм, размеров, от небольших домашних предприятий, управляемых одним человеком, до крупных международных корпораций, в которых работают тысячи людей и в десятках стран. Производители принимают всевозможные экономические решения. Так же, как потребители, они используют рациональный выбор, когда они делают. На самом деле, производители чаще, чем потребители, обращают пристальное внимание на рациональность своих решений. Обычно, когда речь заходит о решениях, для производителей гораздо больше риска. В результате у производителей появляется значительный стимул использовать анализ затрат и выгод и другие инструменты финансового управления. Если они не принимают правильных решений, они не будут зарабатывать деньги. Если они не будут зарабатывать деньги, они обанкротятся. Производители стараются быть максимально рациональными, чтобы продолжать играть свою роль в экономике. Производители и рациональный выбор. Помните, что рациональный выбор – это процесс принятия решений, в котором сравниваются выгоды и издержки от совершенного действия. Рациональный выбор – это способ взглянуть на ряд возможных вариантов и решить, какой из них является лучшим. Вы видели, как потребители это делают. Производители делают то же самое, хотя есть некоторые важные различия. С одной стороны, предприятия рассматривают выгоды и издержки так же, как это делает потребитель, но только денежные затраты и выгоды имеют отношение к их расчетам. Потребители часто принимают во внимание немонетарные вещи при проведении анализа затрат и выгод. Например, фермер решает, какие культуры выращивать, так же, как потребитель решает, что есть на обед. Но в то время, как потребитель может учитывать немонетарные факторы, фермер собирается сосредоточиться на денежных соображениях. Потребители могут подумать о том, что является экономически эффективным при планировании обеда, но они, вероятно, также отдают предпочтение неденежным соображениям таким, как то, что они любят, есть или насколько полезна пища. Фермеры не думают о том, что им нравится есть, когда решают, какие культуры выращивать. Пищевые предпочтения фермера не влияют на производственные решения. Но на что фермеры обращают внимание, так это на то, сколько денег это будет стоить для посадки различных культур и сколько они могут ожидать, продавая эти культуры. Какой урожай будет иметь наибольшую ожидаемую отдачу? Это культура, которую будет выращивать фермер. Это рациональный выбор и денежные вознаграждения. Прибыль. Денежные расчеты имеют решающее значение для процесса принятия решений любого производителя, потому что зарабатывание денег является причиной, по которой предприятия существуют в первую очередь. В рыночной экономике предприятия могут делать столько денег, сколько могут. Чтобы получить прибыль, бизнес должен иметь больше доходов, чем затрат. Это означает, что бизнес должен зарабатывать больше от продажи своих товаров и услуг, чем тратить на производство этих товаров и услуг. Вот простая формула, которая показывает, как рассчитывается прибыль. Выручка минус затраты равно прибыль. Прибыль часто называют нижней строкой, потому что она находится в нижней части расчета. Расчет прибыли может быть немного сложнее, чем просто вычитать затраты из выручки. Существуют различные типы расходов, производственные затраты, административные расходы, налоги и так далее, которые рассчитываются и вычитаются по-разному. Продолжение следует...